Минобороны рекомендовал руководству Молдовы пересмотреть приоритеты в сфере модернизации национальной системы обороны. Об этом сообщил госсекретарь ведомства Валерий Мижа в эфире передачи в Центре внимания телеканала Публика ТВ. Поводом стал инцидент, который произошел 10 октября, когда на территории нашей страны пролетели три российские ракеты. Чиновник заявил, что молдавские власти все еще ждут объяснений от Москвы по поводу нарушения нашего воздушного пространства. Все советские модификации, ТС-125, поэтому надо признать, что эффективность может быть не всегда достигнута 100%. То есть у нас есть возможность сбивать ракеты? Есть возможность, но я думаю, здесь министр уже четко объяснил, что многие из них являются в устаревшем состоянии. И поэтому, пока не существует реальной угрозы, я думаю, мы будем воздерживаться применять. Мы сделали рекомендацию изменить приоритеты при модернизации и все-таки, насколько это не будет дорогостояще, рассмотреть различные варианты модернизации системы ПВО Республики. Валерий Мижа сообщил, что 40 миллионов евро, выделенные ЕС на укрепление обороноспособности, в Молдову еще не поступили. На что именно потратят эти средства, будет известно к концу года. Представители Евросоюза будут проводить транспарентные тендеры, но 40 миллионов мы распределили по следующим направлениям. Будем менять платформы для пехотных бригад. Мы будем менять платформы, мы будем укомплектовывать бригаду логистики, в данном случае один батальон. Далее мы будем менять систему контроля, команды контроль называется. Мы будем улучшать нашу кибероборону национальную, мы будем закупать военные дроны, и мы будем менять средства связи для взаимодействия с представителями МВД. Госсекретарь оборонного ведомства еще раз подтвердил, что в данный момент предпосылок для объявления мобилизации в Молдове нет. На данном этапе в Республике Молдова нет тех рисков и угроз, и поэтому критерий для мобилизации нет. И в ближайшее и в будущее у нас нет таких рекомендаций. То есть за весь ход войны в Украине с февраля не было ни разу такого периода времени, когда возникала хотя бы идея мобилизации. Мы не в той ситуации сейчас для того, чтобы принимать такие решения. Совершенно верно. 10 октября между 8 и 9 часами утра в воздушное пространство Молдовы пересекли три российские ракеты, выпущенные по Украине. В тот же день российского посла в Кишиневе Олега Воснецова вызвали в Министерстве иностранных. Дело европейской интеграции для объяснений. Позднее министр обороны Анатолий Насатый заявил, что хотя Молдова не была мишенью ракет, они представляли угрозу для гражданских самолетов. Субтитры создавал DimaTorzok